Сейчас я вам покажу, как спаржа растет. Видите, вот это поле, что затянутое пленкой. У меня Милена в начале сезона, как только посадили спаржу, и она так увидела первый раз, говорит, ой, мама, там снег или лед. Но оно действительно издалека так и кажется. Так вот, как только спаржа пробьется, придут фермеры и будут вынимать ее из земли. Снимут, конечно же, пленку в начале и будут собирать урожай. Меня Милен вытащила на прогулку, а я вас с собой взяла на велике. Раз и уехала. Она уже вернулась ко мне. Так что, девочки, если будем вот так вот выходить гулять с велосипедом, то похудею я очень и очень быстро. Здравствуйте! С одеждой мы сегодня не угадали. Милен молодцом. Видите, одела футболку и более теплую кофточку. А я толстовку на голое тело. И теперь не снять. Рукава закатила. Змейку расстегнула. И я иду, как в сауне. Ой, хотела сегодня пересадить клубнику. Вышла. Покопалась немножко. Думаю, нет. Сегодня у меня никакого настроения на пересадку нет. И Миленка так говорит, мам, может, пойдем погуляем. Я думаю, что не пойти, не погулять. Так уже достали новости за эти последние дни. Телек совершенно включать не хочется. А здесь вон какая красота. Все зеленеет. Солнышко. Тепло. Градуса 24-25. Очень жарко. Девочки, хотела я поблагодарить за... Кто-то мне в комментариях написал по поводу... Это по поводу свидетельства о рождении мамы. Что нужно было обратиться в суд. Кто-то так делал из вас. И как бы все восстановили без всяких экспертиз, без всяких проблем. Так что попробуем вот этот вот вариант. Самое интересное то, что когда мы пытались восстановить мамя свидетельство о рождении, такой вариант нам никто не предложил. Ну а когда опыта нет, то сам не очень-то и догадаешься, что лучше всего сделать. Так что огромное спасибо. Чего не могу понять, что творится с телефоном. Вернее, творит он, что сам хочет. Когда вот так вот несу в руках, по-моему, стабилизация кадра более такая стабильная, не дергается. Стоит только его водрузить на палку, так начинается, прыгает. Я вот только что минут на пять вам рассказывала целую историю. И все удалила, потому что смотреть реально невозможно. Но все прыгает, трясется. Короче, кошмар какой-то. Может быть, из-за того, что давно не снимала на ходу. Все время дома. То в одной комнате, то в другой. То в машине. И как бы нет вот этой вот ходьбы. И поэтому как бы кадр стабильный. А когда идешь, все равно, наверное, будет. Ну ладно, посмотрим, что получится. Ой, как все зеленью пахнет, девочки. Прям весной птички поют. Виноградная лоза уже начинает распускаться. Ну что вам сказать. Красота, одним словом. Опа. Классно, что мы сюда пошли. Смотрите, нас радар поставили. Вот так. А я этой дорогой сколько раз ездила? Ну, недели три не ездила. Радара не было. Вот он, красавчик. Так, нарушителей снимать будет. В тенечке, под деревом. Класс. Я еще обратила внимание, что так все медленно едут. Никто никуда не спешит. Обычно, ну как бы на этой дороге. Никто ничего не соблюдает. Каждый едет, как хочет. Ну, вон в чем проблема. Радарчик стоит. Он, Мелеша, шусь, расповедая ей. Почему ей самокат нравится? И почему ей тротинет нравится? Она думает, что мама все слышит и успевает за ней. Раз пять. Пока я пройду вот один участок. Вот видите, там дальше зелененькие. Такие, как обозначения. Столбики стоят белые и зеленая дорожка. И она вот раз пять. Туда-назад. За то время, пока я дойду до очередного вот этого вот столбика. Мы уже приближаемся к соседней деревне. Это, девочки, семь километров. Я вот иду и думаю. Нужно было взять велик Артура. И, наверное, тоже вместе с Миленкой на педали нажимать. Я уже давным-давно не садилась на велосипед. Дело в том, что после удаления щитовидки у меня равновесия абсолютно. Вот нет его. И я помню, где-то, наверное, через год после операции, как раз начальная стадия по сбрасыванию набранных килограмм. И я попробовала совершенно не держаться. Падаешь вот, кренишься то в одну сторону, то в другую. И я, короче говоря, махнула рукой. И больше на велосипед не садилась. А сегодня, вот думаю, нужно попробовать снова. Блин, слушайте, иду теперь, трясусь. Короче, снова бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На дорогу не смотрю, чуть на змеюку не наступила. Они как раз сейчас начинают просыпаться. И вот по обе стороны. И она как раз, я сначала не поняла, думала, какая это ветка. А потом как глянула, аж взвизгнула. Миленка приехала. Что там такие, мама? Что там такие? Кажу, змея. Где змея? Ну и, короче, давай искать. Так что я ее отправила к жуне. И сейчас вот иду, наблюдаю. Лишь бы другая не выползла. Что-то я ничего не пойму. То ли все на протестах снова. Вот за все время Женщина проехала. Паренек на этом, на скутере. Не на скутере, а на самокате электрическом. И семья. Так, вон еще кто-то в красном едет. И больше никого. Сегодня как бы среда. И обычно вот здесь вот мамы, папы с детками. Выходной же день в садах и в школах. Поэтому людей всегда много. И сегодня даже как-то жутковато. Никого нет. У меня что-то у нас так красиво цветет. Вишня, что ли? Может, да нет, яблони нет. Она так не цветет. Наверное, вишенка. Милен снова от меня уехала. Даже не вижу, где она. А я иду и наслаждаюсь. Да назад уже возвращаемся. Потому что вся мокрая. Знала бы я, что так тепло. Как-то на террасе. Может, потому что она высоко. Не знаю. Да и вот ветерок небольшой дует. Я вышла дома. Да, не, нормально. В одной толстовке будет. Как раз то, что нужно. И оказалось совсем наоборот. Там проходила такая тишина. Вот кроссовки. Вот звук от кроссовок слышно. Какая же там подошва и дорога. Здесь вот у нас. Видите? Подошва мягкая. Не слышно, как ты идешь. Рада я, что она меня вытащила. У меня настроение такое было вообще никакое. А когда прогуляешься на красоты, насмотришься на зелень, на цветы, птичек, наслушаешься и настроение. То, что надо. Вот что самое прикольное в этих радарах, чего я никак не могу понять. Но это по закону так положено. Перед радаром за несколько километров, но здесь вот совсем рядышком стоит знак, что идет проверка скорости. И я вообще не понимаю, как люди нарушают, если ты видишь, что знак стоит, значит дальше будет радар. Значит, если ты превышаешь скорость, то ее просто нужно снизить. Но, тем не менее, штрафы за превышение у нас выписываются регулярно. Смотрите, стоит знак. Ой, девчата, домой еле до теплого. Я чувствую себя прям такой древней старушкой. Не знаю, возможно, конечно, это еще слабость после болезни. Все-таки гриб такой ядреный был. И рановато выходить на такие длительные прогулки. А может быть из-за того, что я давным-давно никуда не выходила и так долго не ходила. Короче говоря, пришли все мокрые, жарко. Вот, смотрите, какая толстовка на мне. Сейчас буду принимать душ. Спать хочется. Лицо загорело. Опять я балда, никакого крема не нанесла и поперлась. Потому что думала, ну как-то будет не так жарко. Ладно. В душ и полежу минут 20. Потом ужин готовить. И все такое. Короче, девочки, желаю всем хорошего настроения. Хорошего вечера. Занимайтесь спортом. Не бросайте. И, конечно же, увидимся. Продолжение следует.